Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фух, ну сегодня и тренировочка. Будто бы вагон картошки разгрузил. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, новости футбола. Час назад в сауне клуба «Факел» уборщик обнаружил тело форварда Никиты Прилучного. Футболиста зарезали. Ё-моё! Это ж бомбардир сезона. Вот. Дело передали нам. Так что вперёд на место преступления. Пупец. Считай, сезон проиграли. Да. Что-то не так? Сергей Сергеевич. Саша ведь не знает, что Клим убил её родителей? Не знать ей об этом незачем. Она же пойдёт на всё, чтобы его наказать. А месть Климу, сам понимаешь, чем чревата. Понимаю. Так что можем считать, что это просто слухи. Доказательства никаких. Нет. Это не просто слухи. Я точно знаю, что Клим убил её родителей. Срок по этому делу давно истёк. Если мы не докажем причастность к другим преступлениям, ему ничего не грозит. Так что пока нам нет за что его прижать, молчи ради Сашиной безопасности. Да, Пётр Николаевич, давненько тебя не слышал. Тренер сказал, что здесь ничего не трогали. Нас ждали. Ну, что тут, Настя? Ну, рана специфическая, явно не от кухонного ножа. Убийца не профессионал, иначе ударил бы ножом в грудь или в горло. И тогда смерть наступила бы мгновенно. А с этой раной, судя по положению трупа, он даже пытался выползти отсюда. Тут дело в самой сауне, тут жарко, сосуды были расширены, и смерть наступила именно в результате быстрой кровопотери. Понятно. А что там с камерами? Убийца засветился? Их ставил какой-то дятел. Все ракурсы кривые. Есть одно видео, на нём человек в халате и с полотенцем на голове. Зашёл в сауну, вышел ровно через минуту. Но лицо нигде не засветилось. Нужно узнать, с кем последним общался прилучный. Угу. Слушай, Сань, может, когда здесь закончим, пообедаем? Ты уже нашёл мне время говорить о еде. Извини, нет аппетита. Ну да. Боже, как я сыну всё расскажу. Влад, смотри, это фото было сделано уборщиком, который труп нашёл. Говорит, было нарисовано на двери в сауну. Потом сауну открыли, спарина сошла и смайлик исчез. Ну, он сфотографировал, подумал, вдруг улика. Вам это о чём-нибудь говорит? Нет. Надо проверить стекло на отпечатке. Коль, дай мой номер этому уборщику, вдруг он ещё что-то вспомнит. Хорошо. Слушай, нужно выяснить, кто заменит прилучного в команде. Этому человеку могла быть выгодна его смерть. Хорошо. Нет, массаж тут не поможет. Сходи, коринген сделай. Валерий Андреевич Сизов. Старший лейтенант Александра Корнеева. Я расследую убийство прилучного. Проходите. Тренер сказал, что у вас с ним был конфликт. Ну, было дело. Он пришёл с мигренью. Я предложил ему проработать шейный отдел. Ну, правда, я в тот день уработался. Прилучный у меня двенадцатый по счёту был. Ну, вот я и крутанул ему. Голову сильнее, чем следовало. Я прилучный жалобу накатал, что я ему чуть ли не шею свернул. Ну, это ж чушь собачья. Рентген занесёшь потом. Добро. Скажите, у вас есть холодное оружие? Зачем? Я ведь массажист и не лесник. Где вы были в момент убийства? Да здесь и был. Я всегда после тренировки делаю массаж игрока. Скажите, а в клубе кто-то мог недолюбливать прилучного? Честно, кто угодно. Он ещё тот засранец. Был. Что, вот прям вот так? Массажист, он же своего рода психолог. Игроки лежат тут на массаже, триндят. Мне многие жаловались, что он высокомерная сволочь. Запасных вообще постоянно чмарил. Угу. Понятно. Спасибо большое. Всего доброго. Настя, кофе для ударников криминалистического труда. Ты мой спаситель. Спасибо. Думала, сегодня с работы пораньше уйти. В магазин забежать. Сегодня маму Полинку привозят. Так вот же ж. Офи сливили. А, так зови на днях. Угу. Чтобы вы опять всю ночь в игры играли? Ну, да. Настя! Ну что, есть какая-то информация? Так, я пошёл. Какие мы нежные. На трупе рана от широкого клинка к обеобразной форме. Прилучного убили экзотическим ножом. На военный или охотничий нож он не похож. Это скорее что-то самодельное или антиквариат. Угу. Ну ладно. Я тоже пойду. Ну, привет, Пётр Николаевич. О чём хотел поговорить? Очень странные вещи происходят, Сергей Сергеевич. На лесном зарегистрировано заявление о пропаже двух человек. И? Отдел по борьбе СПГ уже занимается поиском без вести пропавших. Нет, к нам они позже попали. Когда выяснилось, что оба пропавшие торговали наркотой. Мы подключили информаторов, и те намекнули, что это послание столичным барыгам от авторитета, который заявил свои права на территории. Клим из Днепра. Информаторы надёжные. И если Клим нацелился на Киев, то большого передела не избежать. И это наша с тобой головная боль. Костян, сколько он ещё будет думать? У меня калькулятор в школе. Быстрее их считал. Но он же не дважды два считает. Ку-ку. Тат, тебя там бабушка и дедушка приглашают. Подожди, у нас новая зацепка по делу. Позвонил уборщик клуба, сказал, что место прилучного в команде займёт запасной игрок Богдан Чумель. Илюша проводит антропометрический анализ. Сравнивает тело убийцы с фоткой Чумеля из соцсети. Долго он проводит. Совпадение 83 процента. Костя, на эти 83 процента все футболисты похожи. Кто не похож, тот Месси. Надо бы больше информации найти про Чумеля. Илюша, создай карту интересов Чумеля. Массажист говорил, что... что запасные действительно ненавидели его. Но чтоб до такой степени и... ну, как бы ещё и смайлик рисовать детский сад какой-то получается. Да. А мячик по травке гонять толпой это, а не бы детский сад. Ну... Карта интересов Чумеля готова. Смотри, он как ты. Да, только бросает не дротики, а ножи. И весьма экзотические. Ну что, навестим Чумеля? Угу. Саша, да, на самом деле поздно. Давай я сам съезжу. Я нормально отношусь к ненормированному графику. Так что поехали. Поехали. Да и меня подождите. Ну, не дотягивает этот Чумеля до Прилучного. Не тот уровень. Какая боль. А ты, я вижу, не болеть. Я понятия не имею, в чем разница между инсайд и офсайд. Зато я знаю, что такое эстимейт. Эсти что? Эстимейт. Это стартовая оценка лота экспертами аукционного дома. Ты слышал про девочку с воздушным шаром Бэнкси? Эм... да. Так вот, стартовая цена картины составляет 200 тысяч фунтов. Это эстимейт. А по завершению торгов цена составила больше миллиона. Сколько? Ну да. А почему ты именно эту картину вспомнила? Не знаю. Просто она держит воздушный шарик, как будто сейчас улетит. Я в детстве тоже так мечтала. Вот так вот взять и улететь. Потом на воздушном шаре покататься. Но мечта так и не сбылась. А вот и Чумель. Чумель! Стоять! Оп-оп-оп. Тихо, 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 тихо. Тихо. А вот и ножа. Какая красота. Положение вне игры. Да. Вызывали? Заходи. Скажу сразу, тебя эта новость не обрадует. Есть информация, что Клим хочет вести дела в Киеве. Тем лучше. В Днепре его было сложно достать. Только без самодеятельности, капитан. Так точно, товарищ подполковник. Вот. Ладно. Что там с футболистом? Взяли форварда, когда он пытался сбросить вещественные доказательства. Думаю, скоро расколется. Отлично. Ну иди работай. Ага. Должно быть пять ножей. Судя по чехлу. А здесь только четыре. Я буду говорить только в присутствии своего адвоката. Ладно, давай подождем адвоката. У меня только один вопрос. Ты как смайлик нарисовал, что отпечатков пальцев не оставил? Носом? Носом. Я уже говорил, я не убивал Прилучного. Что не ясно? Что не ясно? Ножи твои? Мои. Да, у меня есть такое странное хобби метать ножи. И что? Мой нож пропал два дня назад. Потом я узнал, что Прилучного убили каким-то необычным ножом. Я сложил один плюс один. Меня кто-то хочет подставить. Ты посмотри. Считать умеет. Чего же вы в полицию не обратились? Испугался. Решил, что проще от ножей избавиться. Кто про ваше хобби знал? Да все, кто на меня в соцсетях подписан. Вообще у меня в тот день есть алиби. Я проходил тест на допинг. Можете проверить. Мы проверим. Все проверим. Не волнуйтесь. Все верно. Когда Прилучного убили, Богдан Чемель действительно проходил у меня тест на допинг. Понятно. Что-то интересно? Скажите, пожалуйста, а у Кристины Прилучной здесь есть друзья, которых она могла навещать? Я не знаю. Простите, у вас все? Мне нужно идти. Кто-кто в теремке живет? Привет, пап. Привет. Как ты доехал? Отлично, отлично. Заходи в гостиную. Спасибо. Я сейчас салат заправлю и за стол. Ну, здорово, зятя. Григорий Олегович. Как дела? Потихоньку. Порешал что-нибудь с грузовиками? А вы откуда знаете? Нет, не порешал. И что, без варианта? Слушай, я тут раскручиваю бизнес в Киеве. Могу взять тебя партнером. Что нужно будет делать? Отдашь мне грузовики под распространение товара. Какого товара? Потерянный груз за месяц вернешь. Богатым человеком станешь. Спасибо, но, наверное, я откажусь. Слушай, после того, как Прилучного завалили, факелу о чемпионстве можно и не мечтать. Согласен. Новую тему, конечно, выпрыли. Давайте о чем-то хорошем. За стол. За стол. Давай. А, кстати, а Макс где? Макс у себя, он уже победил. Разбойник. Не знаю, говорила я или нет, Влад вернулся на работу. Во как. Салат? Да, пожалуйста. Интересно. Да, у него там еще дела сердечные. Ну, Влад, парень, видно. А ты что, надолго в Киев? Ну, появились тут бизнес-интересы. Придется на время перебраться. Это никак не затронет Влада? Никак. У Кристины Прилучной куча интервью в глянце. Я уже почитала. Родилась в БГТ «Калиновка». Выросла в интернате. В семнадцать лет приехала в Киев и устроилась официанткой. А с Прилучной как познакомилась? Команда «Факел» праздновала победу в ресторане. Там мы познакомились. Через месяц вышла замуж, а через год родила сына Артема. Мы сейчас восемь. Пришли. Да. Неплохой такой антрополин для всего жизни. У нас здесь несколько вопросов. Скажите, а зачем вы сегодня приезжали в Куб? Забирала из шкафчика вещи мужа. А кому вы махали на парковке, когда садились в машину? А вы что, за мной следите? Махала друзья мужа. Это запрещено? Скажите, кроме вас и сына в доме еще кто-то живет? Прислуга, может… Нет. Домоработница приходит раз в неделю. А что? Вы меня в чем-то подозреваете? Мне позвонить адвокату? Нет, что вы, не стоит. У нас вопросов больше нет. Спасибо. Уходим. Влад, что значит нет вопросов? Тарелок на столе сколько было? Две. А салфеток? Три. Ножа и вилок тоже по три штуки. Кристина раз, сын два. Кто третий? Наверное тот, кому она махала в клубе. Давай вернемся и спросим. Стол почти накрыт. Значит и гость скоро появится. Лучше один раз увидеть, чем сто раз спросить. Пойдем. Па, тебе аудитор не нужен? Или кому-нибудь из знакомых? Леша, дела плохо идут. Мне бы подработку найти. Я Леша предлагал. Он нос воротит. Думаю, у меня деньги грязные. А деньги, они одинаковые. Просто есть слабые люди. И они, в отличие от сильных, вымирают. Это естественный отбор. Па, но они все такие сильные, как ты. Мне, например, нравится мой вымирающий краснокнижный экземпляр. Леша. Я же пошутила, Леша. Леша. Так, пойду за десертом. В каждой из шутки есть доля шутки. Да? Взять. Я в деле. Ну, так это другой разговор. Слушай, молодец, мужик. Мужик. Бабушка опять спрашивает, ты какие пирожки любишь? Сладкие или нет? Да, вообще, всякие. Но… Обычно все самое важное после «но». Посмотри. И кто это? На восемьдесят три процента похож на любого футболиста. Откройте полиция! Откройте! Здесь никого нет. Извините. Вообще, оставьте меня в покое или я звоню адвокату. Я все-таки войду. Ох ты, какая встреча! Непробиваемый вратарь факела Майк Дзюба. Собственной персоной, очень приятно. Ты как? Играть можешь? Слышь, стоять. Да. Когда это случилось? Хорошо. Хорошо, сейчас будем. Ну и зачем же вы убегали? Не хотел подставлять Крису. У вас был тайный роман? Нет, блин. Мы полгода уже встречаемся для того, чтобы повосхищаться талантом ее мужа и на Ютюбе пересмотреть видео его лучших голов. А вы не ерничаете? А вообще, это серьезный мотив. Убить мужа любовницы. Да я удивляюсь, как она сама его не прикончила. Прилучный был уродом и параноиком. Вечно ревновал ее, скандалы устраивал. Контролировал каждый шаг. Если что не так, бил ее. Почему они не развелись? У нее пунктик. Артем должен расти в полноценной семье. А этот придурок ей угрожал. Типа, не будешь паянькой, разведусь и ребенка заберу. Понятно. Извините. Да. Где вы были в момент убийства? В качалке? Нет, никто этого подтвердить не может. Я был там один. А вот если мы вдруг возьмем и обыщем ваш дом, мы найдем там нож пропавший из набора Богдана Чумеля? Ну, поищите. Денис звонил. Чумеля убили. Опачки. Судя по виду привычного, убили таким же ножом. Я бы даже сказал тем же. Вернулся ножичек хозяин. Хорошо, спасибо. А что здесь? Камеры видеонаблюдения есть? Нет. И свидетелей тоже нет. Труп обнаружил сосед. Чумель упал на его машину. Сработала сигнализация и он выбежал. Но к тому моменту убийца уже скрылся. Вот видишь какая опасная профессия футболиста. Если не в сауне, так на парковке зарежут. Пойдем с охранником поговорим. А что это Влад делает? Владу, кажется, он где-то видел смайлик, как на двери сауны. Пытается вспомнить где. Пытается вспомнить? Угу. Это что получается? Наш супергерой утратил свою силу. О боже мой, что же теперь с нами будет? Успокойтесь. Я подскажу, я знаю, где он мог его видеть. В Эрмитаже. Смайлик в Эрмитаже. Может быть, ты имел в виду эмоджи? Ну да, эмоджи. Слушай, Саш, кстати, по выставке тут открылась, этот, Давида Бурлака. Репродукции. Сходим? Не Бурлака, а Бурлюка. А, ну какая разница? Идем, нет? Прости, не могу. Сегодня бабушка с дедушкой пригласили Влада на ужин. Ага. Александра, Давид Бурлюк – гений футуризма. Грех такую выставку пропускать. Заходите с Денисом. А я на ужин как-нибудь в другой раз. Вообще-то бабушка старалась. Ладно, давай сходим на выставку, а потом к моим на ужин. Не пропадать же пирогам. А давай. Обещаю, все пироги Натальи Борисовны будут спасены. Ну и, конечно, поглощены. Сань, не расстраивайся. Вот смотрю и диву даюсь. Ну почему, например, у этого фото 90 тысяч лайков? Ну, жены звездных футболистов автоматически тоже звезды. А еще у нее попа, как у Ким. Это ж надо с утра до вечера из зала не выходить. Ну, нужно все-таки выходить. На закачку ботокса и силикона. Так, ладно. Все, устал я смотреть эти фото. Как там Полина? Привезли ее уже? Да, Полина вернулась. И осваивает новую игру в гонке. Между прочим, ждет тебя. О, круто. Погоняем. Ох, Настя, был у тебя один ребенок, а тебя будет два. Мария Матвеевна, вы что, считаете, что я Косте в матери гожусь? По-моему, он тебе в сыновья. Костик. Нужно, чтобы Илюша сопоставил смайлик с дырей сауны. С возможными аналогами в интернете. Будет сделано. Может, у кого-то из «Факела» и в соцсетях есть похожим. Илюша, найди такой же смайлик в связке с клубом «Факел». Найди на совпадение. Ну, вот же, где я его видел. Я же смотрел на это фото, а смайлик не заметил. Ну, зато ты и весь силикон разглядел. Так. Скинь мне на телефон. Тебе все. Только смайлик. Да, делаю. Да ё-моё, сколько можно? Расскажи все к обаму. Я сама разберусь со своими проблемами. Опять вы? А что такое уже уезжать? На тренировку надо. А я по поводу смайлика. Какого смайлика? Да, такого же. Как и тот, который убийца вашего мужа нарисовал в сауне. А. Да это Тёма, наверное, накалякал. Он у меня рисует с утра до вечера. На всем, что есть в этом доме. Ты у нас художник, да? Это правда ты нарисовал? Да, правда. Вам пора. Тёма, ты чего молчал? Что, не мог сказать, что это ты нарисовал те смайлики? Ладно, иди к себе. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Планы на вечер? Веду Лиду в ресторан. Ничего себе. Это такая благодарность за то, что ты кошку на передержку взял? Если бы я в студенческие годы знал, что это так работает, я б каждую неделю кота у новой девчонки брал. Какой ресторан? Блу-кафе. Ничего себе. Ну, удача. Да, первое съедание все-таки. Слушай, Влад, а как лучше? Так просто или под свитер? Под какой свитер? Согласен, такой вопрос, да? О, чего домой не идешь? Да ищу зацепку. Я уверен, что жена привычного врет. И что-то скрывает с этим вратарем. Ну, что? Сложно сосредоточиться, когда отвлекает еще что-то, помимо работы. Да нет, все в порядке. Саша обиделась на тебя за то, что ты не пошел к ней на ужин. По-моему, это как-то невежливо и грубо. Только не надо читать мне тирады, что я лезу не в свое дело. Как профессионала меня волнует эмоциональный климат. А как подругу Саши, твое нарочитое отторжение ее искренней симпатии. Нарочитое отторжение? Ты устраиваешь ей эмоциональное качелье? То подпускаешь ближе, то отталкиваешь. Держишь ее в качестве запасного аэродрома, сам не можешь понять, нужна она тебе или нет. Вик, ты не знаешь всех подробностей, поэтому не суди поверхностно. Я только знаю, что Саша этого не заслужила. Вик, подожди. Дети же плохо скрывают семейные тайны, правда? Ты хочешь допросить Артема? Нет. При маме он точно ничего не скажет, а без родителей допрашивать я не имею права. Ну, у тебя есть идея. Ну, психолог МВД мог бы приехать в школу, чтобы провести профилактическую беседу по поводу деструктивных групп в социальных сетях, например. Без присутствия родителей. Психолог МВД – да. Ему может понадобиться ассистент, правда? Можно попробовать. Но у меня к тебе встречная просьба. Сделай так, чтобы Саша улыбалась. Я постараюсь. Это дневник, да? Можно посмотреть? Да. Сема, я знаю, у тебя сейчас непростой период в жизни. Скучаешь по папе? Скажи, а это кто нарисовал? Папа? Нет, это дядя Эскимос. Он сказал, что пятерка – это отлично. Просто в другой системе координат. Да, он прав. А дядя Эскимос – это кто? Мой друг. А где вы с ним познакомились? Однажды после школы меня хотели избить старшеклассники, а дядя Эскимос за меня заступился, прогнал их. А мне купил Эскимос. Поэтому я и так и стал его называть. А ты с ним с тех пор еще встречался? Каждый четверг мы с ним после урока в парке кормим голубей. А мама про дядя Эскимоса знает? Ее в последнее время было не до меня. А почему? Они с папой ссорились из-за меня. Папа хотел забрать меня у мамы. Сперва я боялся. Но потом дядя Эскимос сказал мне, что не допустит этого. Что? Короче, просыпаюсь я среди ночи, слышу крики в гостиной. Выхожу посмотреть на часах полтора, а Костик с Полиной до сих пор на эти гонки. Лида! Сейчас. Привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Здравствуйте. Я к Воронцу заезжала по делам. Ага. Спасибо за вчерашний вечер. Можно будет как-то повторить. Да, можно будет. Можно будет как-нибудь разнообразить нашу культурную программу. Например, сходить в кино. Кино так кино. Почему бы и нет? Приятного аппетита. Спасибо. Пока. Чувствую себя нищебродом. Ничего, Коль. Ну ладно, я один раз потяну в этот дорогой ресторан. Но если это на постоянной основе, я не потяну. Что здесь происходит? Тема, давай прикройся. Давай двой идем. Допрашивайте ребенка без присутствия родителей. Да я вас всех засужу. Я думаю, у комиссии по правам детей тоже есть повод подать на вас в суд. Тема, подожди. Вы о чем? Восьмилетний мальчик, один возвращается домой из школы. Да тут идей пять минут. Его по дороге обрабатывает какой-то странный незнакомец. Что за бред? Вы давно ребенку в дневник заглядывали? Ему тут рисунки рисуют. Да. Я получаю такие конверты с маликами последние пять лет. Внутри деньги. И каждый раз после каких-то ссор или проблем. Допустим, поставил муж фингала, на следующий день конверт. Ну так это может быть ваш муж отправляет? Да нет, вы что? Он бы не стал так извиняться. Я не тратила деньги, я складывала их в коробку, чтобы муж не нашел. Что? Я же говорил вам про смайлик на двери сауны. Да. Я сразу узнала его. И поняла, что мужа убил тот, кто шлет мне эти конверты. Но я не хотела сдавать этого человека. Ведь он избавил нас от кошмара. Да и кого бы я сдала полиция, если все конверты были анонимные. Короче, сегодня четверг. День встречи с эскимосом. Вот так вот можно за конкурентами и садить. Вообще не палено. И я что, все буду видеть? За нефиг. И что, на оболонских барыгах и проверим? Нет, дурак, не проверим. Так они же, блин, я же братве обещал. А ты не обещай. За технику спасибо. А с делами я сам порешаю. Как скажешь. Привет. Полиция, особый отдел. Сидеть. Не трогайте дядю эскимоса. Пойдем. С дядей эскимосом все будет в порядке. Сами справитесь? Зачем вы с мальчиком встречались? Зачем дедушки и бабушки к внукам приезжают? Артем ваш внук? Я был молод. Закрутил роман с одной девчонкой. Она забеременела. Ну, а я дал денег на аборт, а сам укатил в столицу. Поступать в институт медицинский. Ну, спустя пару лет узнал, что аборт она так и не сделала. Родила, а после умерла. Это осложнение. Дочку сдали в интернат. А почему вы дочку не забрали? Ну, какой тогда из меня папаша? Я сам зеленый. Я подумал, что там ей лучше будет. А как вы ее нашли спустя столько лет? Случайно по ящику смотрел сюжет про известного футболиста Никиту Прилучного. Увидел его жену и меня прямо екнула точная копия той девчонки, которую я в Калиновке бросил. И вы навели справки? Все совпало. Я тогда решил поехать к Прилучному. Побоялся представиться. Думал, что не простит. Решил ее опекать. Устроился в клуб «Факел». С внуком познакомился. Артем рассказывал мне, что у них в семье творится, и я ей деньги высылал. А смайлики зачем рисовали? Чтоб ей не так грустно было. А зачем вы убили Прилучного? Он хотел забрать сына моей дочери. Моего внука. Немедленно возвращайся в дом, иначе хуже будет. Отвали, урод! Ты как со мной разговариваешь! Прости. Прости. Я обещал этого больше не повториться. Прости. Да я врагу не пожелаю жить без отца. Но для Артема так будет лучше, чем каждый день видеть этот кошмар. Если ты сейчас уедешь, ты больше никогда сына не увидишь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот же дрянь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А вы не думали, что это опасно встречаться с Артемом после школы? Думал. Внук — это дочка, это все, что у меня есть. Следователи закончили, теперь вы можете с ним поговорить. Охранник вас проведет. Саша, у тебя сегодня какие-то дела еще есть? Или закончила все? Я-то собиралась домой идти, а что? Ну, пускай тогда дом подождет, но для тебя небольшой сюрприз. Пойдем. Аккуратно здесь выше. Аккуратно, скользко. Все, остановись, остановись, подожди. Теперь будет сильно ниже. Еще ниже будет. Да, хорошо. Встань. Встань. Да ладно! Ты же не встала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, что надо. Привет, сынок. Я тут в Киев приехал. Надо уладеть кое-какие дела. Какие дела? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да не тревь. Я буду держаться на расстоянии. Не опозорю тебя ни перед коллегами, ни перед девушкой. Какой девушкой? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А той, молодой опершей, что ждет воздушный шар. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИЗКЛАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok